Несколько дней назад я был на мероприятии в большом зале, в столичном. Много людей. И наблюдал за залом и со сцены, и со своего места, где я наблюдал и слушал все эти события на мероприятии. И вот о чем я подумал, что я вспомнил. И хотел бы с вами поделиться. Разные люди на мероприятии. Успешные. Те, которые на сцене получают призы, подарки, признания, награды. Чувствуют себя уверенно и гордятся своими достижениями, как это обычно бывает. И часть людей, которые чувствуют себя, ну, как новички, не очень уверенно. А некоторые мне показалось. Короче говоря, в связи с последней категорией людей я вспомнил, Вспомнил, кое-какие воспоминания детские пришли мне в голову. Я был мальчиком. И влюбился... Влюбился в девочку. Она была старше меня. Она была старше меня. И... Взрослея. И водилась... Ну, вы меня поняли уже с более серьезными пацанами. А я влюбленный дурачок. Детство. И была такая ситуация у меня. И они... Она тусовалась с какими-то ребятами в подъезде. И мне казалось, что они ее, наверное, обижают. Она смеялась, хотя, конечно. А я у себя дома, зная о том, что там происходит, как мне казалось, страшные вещи, с молотком в руках, страдал и рисовал мысленно образ, что я сейчас как герой выйду, с молотком их всех разгоню. И она взглянет на меня, и наша любовь рассияет разноцветными лучами. Но в глубине души, да даже не в глубине, а на поверхности души, я знал, что я никогда не решусь. Выйти с этим молотком в этот народ и потребовать права свои на нее, на эту девочку. Я был слаб. Я боялся, я стеснялся, я был робок. И, конечно же, я понимал, что я никогда никуда не пойду. И вот это бессилие ужасное, что ты страдаешь, но ничего поделать не можешь, все останется так, как есть, как бы ты сейчас себя не накручивал, не рисовал бы себе какие-то мысленные образы твоего будущего геройства. Этого не произойдет. Я знал, что я никогда никуда не пойду. И от этого я плакал. горько плакал. Я был ребенок. Подобное чувство я испытывал, будучи дистрибьютором, на подобных больших мероприятиях, когда я сидел на последнем ряду, слушал этих героев, которые рассказывали о том, как это они выходят, и как они вот целыми днями работают, и вот как они вот эти листовки раздают, как они вот там что-то такое делают. И я сжимал руки, и мысленно плакал, и кричал, и говорил сам себе, я должен это сделать, я тоже так хочу, почему я хуже, я тоже могу каждый день выходить и раздавать эту несчастную тысячу листовок, и делать это сначала 21 день, потом 90 дней, потом год, потом 3 года, и я разбогатею, и все, я тоже так смогу, но в глубине души я знал, что я так никогда не смогу. Я не смогу каждый день раздать тысячу листовок на улице своего города, или там еще какой-то подвиг совершить, о которых рассказывают эти люди. Может быть, они не всегда правду рассказывали, но во всяком случае, я понимал, что я не могу, и я страдал, я плакал, я мысленно плакал, образно говоря, я плакал, и я сопоставлял вот те чувства, которые я испытывал мальчикам от бессилия, с молотком, сжимая этот молоток в руках, и понимая, что никогда я никуда не пойду, так, дергаюсь просто. Так же я сидел на заднем ряду и понимал, что они могут, а я нет. И как понять, почему они вот это могут, а я нет, и я знаю, что я не пойду, это не сделаю никогда. Я не смогу выйти и стоять часами на улице, завлекая людей в офис, и игнорируя все эти кривые взгляды, косые, значит, да и просто грубые высказывания в свой адрес, а то, мол, стоят тут, надоели. Такая дистрибьюторская работа была не по мне. Я знал, я уже пробовал, я пытался, но я ломался через неделю. И вот это бессилие меня просто, просто, просто опрокидывало на ночь. Я видел, что у людей как бы есть деньги, что они зарабатывают, рассказывают, что это просто, но я не мог. И вот я смотрел несколько дней назад на этот зал и думал, что, наверное, и в этом зале есть люди, которые подобным образом думают. они думают, что вот стоит, вот он красуется, рассказывает, сколько денег он заработал. А я ведь так никогда не смогу петь красиво, как вот он поет, так сладостно рассказывает. Я так не смогу. Я несчастный, я обречен на неудачу. Я хочу вам вот что сказать, друзья мои. Наступают золотые дни, они уже давно наступили сетевого бизнеса. Может теперь любой. Теперь не надо совершать подвиги для того, чтобы преуспевать в этом бизнесе. Теперь нужно просто следующее. Нужно просто примкнуть, прицепиться к человеку, который знает, что надо делать, чтобы делать деньги в сетевом маркетинге. Нужно просто прицепиться к системе, которая работает. Это набор комплекс инструментов, набор и правильно выстроенной информационной подачи, которая обеспечивает рекрутирование людей и вход их в бизнес без твоего участия. И это еще правильный навык, который ты приобретаешь в контакте со своим спонсором-лидером. Навык и понимание, как делается бизнес. Если бы эти люди, которые плачут на задних рядах, знали, насколько на самом деле прост примитивен бизнес, и как они могли бы быть успешными, если бы они знали, они бы прыгали от счастья. Но, к сожалению, они не знают, они думают, что надо быть Бэтменом, героем, супер личностью, чтобы преуспевать. Это неправда. Сейчас это неправда. Может быть раньше, но сейчас это неправда. Нужно просто стать широко известным человеком в определенных кругах. А это значит, это значит, нужно просто большому количеству людей дать правильную информацию в правильном объеме о том, что у тебя есть такой бизнес, такой продукт. И все. Но самое важное, прицепиться, повторяя, к человеку, который знает как. И который это сделал и делает. И к системе, которая ему помогает это делать. Не потому, что он такой герой, а потому, что у него есть система и правильное понимание. И нужно попасть в струю. А это означает, нужно приобрести практический навык. Это делается в специальных центрах подготовки дистрибьюторов, где в течение 7-10-20 дней делают вот таких вот бэтменов сетевого бизнеса. Чуть позже я об этом расскажу более подробно. Желаю вам удачи. Подумайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА